Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Группа поддержки на месте. Скажи, пожалуйста, Николай, зачем я тебя научил делать луки-стрелы? Чтобы стрелять и учиться. Правильно, потому что сегодня у нас компьютер, а завтра будем бегать по лесу и пытаться добыть кусок мяса, если так дальше жизнь пойдет. Ну ладно, давай занимайся своими делами, иди вторую стрелу делай. Давай завтра. Ладно, пока. Так, друзья, поехали. Когда-то я был очень удивлен, когда оказалось, что наш президент Ельцин, к которому можно относиться по-разному, прежде чем стать значимым человеком, прошел 20 рабочих профессий. Вот. Я это намотал на ус. Так, пойдем. Итак, перед вами кусочек моего каталога, который касается семечков. Обратите внимание, что он немножко меняется и кое-что добавляю, но уже добавляю не там, где основные таблицы, а чуть-чуть-чуть. Значит, уже есть у меня сыновья, манджурского абрикоса, позднее, выделил. Вот. Жаловаться на то, что каждый год заморозки, пожалуйста, заказывайте манджурский поздний. И бродского, видите, поздняя бродского, тоже выделил. Я их не собирался выделять. Они висели до последнего, почти до сентября. Вот. То есть почти до октября. Вот. То же самое. Заказывайте, если хотите. Ну, и еще немножко. Яблоки помаленечку гниют. Жалко. Страшно. Но только с полугнивших я беру семена. Мой принцип не подвести. Итак, выделил голден, колновидную, пипин, сварок, нарядную эфимовую. Вот сварок интересно. С одной стороны, сказать, что он самый сладкий, он из моих не самый сладкий, а точнее самый не сладкий. Вот. Но молодые деревья очень съедобные. Вот когда сумасшедший урожай как-то не хватает ни к сахару, а он дает каждый год сумасшедший урожай. Вы видели, я на ваших глазах спилил, чуть ли не плакал. Но дело в том, что место занимает, одевать-то некуда. И семян столько не надо. А рядом с ним вот, та же нарядная эфимова, рядом с ним лесная красавица. То есть у семян два родителя. Поэтому можно ждать и похуже. Вот же привит на... Даже сварок привит на уссурийскую грушу. А можно ждать еще и чудес каких-то. Ведь Лукашов... Лукашовки, это общее сборное название с этих сортов. Лукашовки. Так что тоже не с неба свалились. Вот есть вариант. У моего сорока могут быть такие дети. Сливы Евразии 21. Первые я обозначил. Вот я его уложил частями по нескольку этих... Как называется-то? Ассорти, смесь разных. Вот вот смотрю, ассорти-то почти никто не берет. И решил продать отдельно. У него самые крупные косточки. Их не спутаешь и не обманешь. И клон Богатырская. Вспомните, Евразия с моего сада. Клон Венгерки Богатырской сада Чернобаева. Помните мои жалобы. Он испортил мой сорт. Мою Венгерку. Он ее привил на... В том числе и ее на абрикосы. Ничем не сказал. А когда получил несколько урожаев, так и в замыслях гостей и плоды слаще стали. Вот это называю испортил. Слово испортил вошло в народ. Потом увидите, как женщина жалуется. Не жалуется, а хвастается, как она испортила Антоновку. Вот здесь 35 фильмов, которые мы создали вместе. То есть он говорил, я записывал, я задавал наводящие вопросы. Это его достижение. Это на моем ютубе, или как он называется, аккаунте. Вот. Это очень-очень важная вещь. Почему я вам показываю? Ну так просмотров 2000-3000. Так как у моих, ни больше, ни меньше. А вот почему. Предпоследний разговор. Нет песка, нет. Даже завалинку сделать. Дом замерзает, зима начинается. Даже сделать завалинку из этих самых, из опилок. Опилок нет. Запретили рубить лес, похватились. А ударило по людям. То есть цена на дрова выросла. Три куба, 11 тысяч. Нет ни трех кубов, ни 11 тысяч. Я специально показал. Ребята, вот такие люди. Мало того, что сорокалетний стаж учителя, который как-то у нас не котируется. И плюс вот это вот. И не только это. Еще море статей. Не состоявшаяся книга. Это все Бородский. Что я скажу вам? Ребята, ну я приготовил 2000 до него, когда услышал про дрова. Это каждый год почти. Вот. Деньги уходят все на лекарства до копейки. Я не говорю, давайте это, скинемся. Ну не тысячи, нет. Обычно человек вздыхает, говорит, держи, возьму тысячи. Да нас много. Да по сотне скинемся. Вот вами дрова. Я так прикинул как раз. Куда можно скидывать? Да, кидайте на мой телефон. Вот. Я пока доверие не потерял. Например. Вот. Вот это я хотел сказать. И вдруг, внезапно, мне звонит. Буквально час назад. Еще раз, уже по скайпу. Я сразу включил видео. Дел видеофильм. Значит. Он выйдет. Я на кого в данном случае надеюсь? На Александра Валерьевича. На Киселева. Который очень может быстро. Он очень нужен не только Бродскому. Он нам нужен. Там идет о его генопонде секретном. Вот. О черенках. Я боюсь наврать. Я хочу сказать, что это отдельный разговор. Вот. И фильм увидите. И все поймете. Фильм выйдет. Размещу его и в гостевой. Размещу его и у себя на ютубе. Понятно, да? Вот это вот. Чуть ли не последний привет от Бродского. Потому что в тяжелейшем состоянии человек впереди зима. Это Приморье. Это даже не Сибирь. Приморье. 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 Приморье.